МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. С миру по листочку волонтерский центр «Радость моя» помогает собрать в школу детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Почему жители сталкиваются со сложностями при подключении к газовым сетям Саровской газоснабжающей организации? В памяти Нелли Асадзе в городском музее открылась выставка личных вещей и фотографий педагога. Далее расскажем обо всем подробно. В августе семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей. Части россиян пересчитают пенсии, а на Дальнем Востоке можно будет взять второй гектар земли. В России вступают в силу новые законопроекты. С 16 августа начнутся выплаты единовременных пособий в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015. Как и разъясняет Минтрут, если в семье несколько школьников, то выплата полагается на каждого ребенка. При этом подавать отдельные заявления на каждого не требуется. Можно указать всех детей в одном заявлении. Если родители не успевают подать заявление до 16 августа, они могут сделать это позднее, вплоть до 1 ноября. Предзаполненные заявления на выплату доступны на портале госуслуг. Можно также обратиться лично в клиентскую службу пенсионного фонда. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также снил с родителя ребенка. С 1 августа работающим пенсионерам будет произведен перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год. Повышенные пенсии получат порядка 10 миллионов человек. Работающему пенсионеру необходимо соблюсти несколько условий. Первое – работать официально и получать официальную зарплату, с которой работодатель уплачивал взносы в пенсионный фонд, пишет российская газета. Второе условие на прибавку могут рассчитывать те, кто вышел на пенсию до 1 января этого года. Если пенсия оформлена позднее, то заработанные в 2020 году пенсионные коэффициенты уже были учтены. При этом гражданину никуда обращаться не нужно. Повышение будет рассчитано автоматически. С 1 августа граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, смогут претендовать на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц. Фактический возврат 13% с покупки абонементов в фитнес-центре или бассейне начнется с доходов, полученных с 2022 года. Претендовать на вычет налогоплательщик может как в отношении себя, так и в том случае, если физкультурой занимаются его несовершеннолетние дети. Доказательством занятий спортом будут копия договора на оказание услуг и фискальный чек, подтверждающий оплату, включая чек в электронном виде. Физкультурно-спортивная организация или ИП должна входить в соответствующий перечень. Первый такой список Минспорт должен опубликовать не позднее декабря. Совокупная сумма доходов, за которые можно получить социальный вычет – 120 тысяч рублей в год. Максимальный вычет – до 15 тысяч 600 рублей. Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Эту проблему обозначил президент в своем послании Федеральному собранию в апреле этого года. Но, несмотря на высокое внимание со стороны властей газификации жилых домов, в Сарове жители нередко сталкиваются со сложностями при подключении к газовым сетям Саровской газоснабжающей организации. Одним из таких участков в вопросе газификации стала малоэтажная застройка в поймере Кесатис. В 2020 году сданы в эксплуатацию 66 таунхаусов, в котором за счет застройщика были подведены все коммуникации, в том числе и газ. Саровская газовая компания построила сети высокого давления, сети низкого давления – подрядная организация, имеющая все соответствующие разрешения. Тем не менее, Саровская газовая компания отказывается пускать газ, предъявляя завышенные требования к документации на сети. Саровская газовая компания, помимо того, что нарушила срок осмотрения документов, предъявляла необусловные требования по представлению дополнительных документов в составе исполнительной документации и являла замечания к составу исполнительной документации, хотя они обладают полномочиями по проверке такой структуры, то есть это же функция надзорного органа, которым не является Саровская газовая компания. Пожалуй, безостроечка Управления антимонопольной службы оштрафовала Саровскую газовую за нарушение законодательства на 100 тысяч рублей. Газоснабжающая организация всячески затягивает сроки и пытается оспорить решение ФАС в суде. Это не первый случай таких споров. Ранее Саровская газовая компания также была оштрафована ФАС по жалобе одного из собственников здания на улице Куйбышева. К сожалению, из-за монопольного положения газовой компании страдают и рядовые жители города. Заложниками ситуации стали обычные жители, которые ждут газа в своих домах. Мы будем следить за развитием событий. Билеты на самолет для семейных поездок можно будет купить по льготной цене. Начать их продажу должны в августе. А льготные билеты можно будет купить при единовременном бронировании билетов на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. Продавать такие билеты будут по 46 межрегиональным маршрутам, не включающих Москву или Санкт-Петербург. Кроме того, льготы не распространяются на рейсы на южные курорты России. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России детей с инвалидностью и их сопровождающих теперь вне очереди будут обслуживать в кафе и магазинах. Указ об этом подписал Владимир Путин. Правила также действуют на предприятиях службы быта, связи, ЖКХ, юридических службах и других организациях, обслуживающих население. Мошенники придумали новые способы кражи денег у россиян. Злоумышленники теперь выманивают средства через якобы организованные мессенджерами о розыгрыше денежных призов, предупреждают представители банковских организаций. Участникам конкурса обещают награду в несколько тысяч долларов. Но из-за запрета на перевод валюты внутри России выигрыш необходимо конвертировать в рубли. За что злоумышленники требуют заплатить небольшую комиссию. Если ли участие в конкурсе необходимо оплатить комиссию или взнос, делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники, отметил в интервью РИА Новости зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов. Минтруд разрешил отстранять работников в случае непредоставления сертификата о вакцинации в срок без сохранения заработной платы. Это относится к сотрудникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры. Тех, кто не вакцинировался, можно привлечь к работе дистанционно. Однако такую опцию рекомендуют оставить для сотрудников, у которых есть медотвод. Как указали в Минтруде и Роспотребнадзоре, для стабилизации ситуации с коронавирусом необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных, не более 6 месяцев назад. Наиболее близки к 60% коллективного иммунитета коронавируса 17 регионов России, в их числе Москва, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80% и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября», указала Голикова. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, в каких регионах удалось добиться лучших темпов вакцинации всего в России. По его словам, первый компонент вакцины получили почти 35 миллионов человек, причем 2 миллиона за последнюю неделю. Мурашко отметил, что по этому показателю лидируют Чечня, Московская область, Тульская область, Москва, Белгородская область и Краснодарский край. В Сарове полностью привиты 18 101 человек. За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 032 новых случаев заражения COVID-19, из них в Нижегородской области 539. В Сарове за день заболели еще пятеро. Из тех, кто госпитализирован, двое находятся в тяжелом состоянии. Волонтерский центр «Радость моя» проводит акцию «С миру по листочку 2021». Добровольцы собирают благотворительные пожертвования, чтобы сделать оптовую закупку канцелярских товаров для детей в трудной жизненной ситуации. В этом году акция проходит как очно, так и онлайно на платформе «Соберу». Подробности далее. Проходит благотворительная акция «С миру по листочку». Каждый из нас может помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу. Уже 13 лет волонтерский центр «Радость моя» проводит традиционную акцию «С миру по листочку». Ее цель – собрать пожертвования от горожан для закупки канцтоваров. Благодаря акции каждый может помочь нуждающимся и внести свой вклад в подготовку школьников к новому учебному году. Вот даже само название говорит за себя, что от каждого по чуть-чуть и будет уже одно большое доброе дело. То есть вот ребята помогают, гимназисты, обычные студенты и, как сказать, вот народ, то есть пожертвования. Кто-то игрушки приносит, канцтовары, одежду, кто-то деньги жертвует. Леонид Коксенко участвует в благотворительных акциях уже два года. Он считает, что в сложных ситуациях можно помочь не только финансово. По словам Леонида, важно показать людям пример доброты и неравнодушия, и тогда они сами захотят помочь. Для тех, кто предпочитает не носить с собой наличные, но хочет помочь, волонтеры раздают флайеры с QR-кодом электронного сбора. Перечисления приходят на специальную карту волонтера, ответственного за сбор средств. Следующий очный сбор в торговых центрах состоится с 6 по 8 августа. В городском музее открылась выставка, посвященная Нелли Асадзе, педагогу, которая много лет проработала в детской музыкальной школе. За свои достижения Нелли Романовна была удостоена звания «Почетный гражданин города» заслуженной работник культуры Российской Федерации. В коллекции представлены дипломы и награды самого педагога и ее учеников, школьные и студенческие документы, фотографии. Подробности далее. Нелли Романовна Асадзе – выдающаяся личность саровской интеллигенции, ведущий преподаватель детской музыкальной школы по классу фортепиано. Нелли Романовна всегда была в творческом поиске. Она внедряла современные педагогические технологии в музыкальное образование. По ее инициативе в Сарове был учрежден Всероссийский конкурс юных пианистов имени Балакирева. Благодаря огромному труду и таланту педагога выросла целая плеяда профессиональных музыкантов, которые продолжают свой творческий путь в нашем городе, стране и за рубежом. Наша выставка посвящена выдающемуся педагогу, внесшей огромный вклад в музыкальную культуру нашего города. Нелли Романовна Асадзе была удивительным человеком, уникальным, можно даже сказать. Помимо музыкальных талантов, она обладала еще мастерством слова, писала прекрасные стихи, у нее был первый шахматный разряд среди их женщин. Заслуги Нелли Романовны Асадзе отмечены благодарностями Министерства культуры Российской Федерации, званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В 2017 году она стала почетным гражданином Сарова. Выставка в городском музее состоялась благодаря дочери Нелли Романовны, подарившей музею бесценную коллекцию вещей своей матери. На выставке представлены ее личные вещи, очень интересные фотографии школьных времен, времен консерватория, документы, дипломы, старинные ноты, сборник ее стихов. Формат нашей выставки не позволил вместить все ее награды, ну не награды, а дипломы и грамоты, поэтому тут представлены только некоторые. Большой вклад Нелли Романовна внесла и в культурную жизнь Сарова. Она организовывала музыкальные лектории в Доме ученых и в Саровском драматическом театре. Посвящала свои программы творчеству Баха, Шопена и Рахманинова. Выставка, которая посвящена жизни этой удивительной женщины, временная. Но позже часть коллекции займет свое место в Зале почетных граждан города. Выставка продлится до конца августа. Мероприятие для лиц старше шести лет. 27 июля в мире отмечают день рождения гамбургера. Изначально это был горячий бутерброд из булочки, мясной котлеты, листьев салата, колечек помидора, маринованных огурцов и лука, сыра и соуса. Сегодня этот символ американской кухни пользуется популярностью во всем мире. О том, где в Сарове можно полакомиться гамбургерами, расскажем далее. Сочная котлета, свежие овощи, булочка с кунжутом, сыр и зелень. Все это гармонично сочетается в бургере. Блюда уже больше ста лет. В 1900 году на ярмарке в Нью-Хейвене с легкой руки повара Луи Лессинга она стала символом гастрономии нового света. В честь дня гамбургера шеф-повар Дмитрий Балябин приготовил авторский бургер и немного рассказал об индустрии фастфуда. На самом деле никто не знает, откуда появился бургер. Существует множество теорий, и основная из них про эмигрантов из города Гамбург, которые приехали в США и назвали свой странный бутерброд по названию города. Первая бургерная открылась в 1921 году в Канзасе, но индустрия начала развиваться только в 40-х годах, когда на рынок вошел всем известный нам гигант Макдональдс. В России бургеры появились в 1990 году. Спустя 25 лет они стали неотъемлемой частью меню всех заведений, вне зависимости от их концепции. Пик открытия бургерных пришелся на 16-й год, когда в Москве открывалось по несколько заведений за месяц. И было невозможно не только обойти их все, но и даже запомнить название. Новый авторский бургер Дмитрий делает из сочной куриной котлеты, грибов шиитаки, лука фри, салата айсберг и соуса том-ям. Сейчас представлено множество вариантов фастфуда. Шеф-повара добавляют в рецепты морепродукты, фрукты и даже сладости. При кажущейся простоте бургеры – это огромное поле для творчества и креатива, что мы и наблюдаем последние годы в авторских бургерах. Правило только одно – это свежие и качественные продукты, а дальше уже творчество. Более трех лет закусочный фудстрит радует саровчан качественной едой и обслуживанием. В меню 17 бургеров на любой вкус – из курицы, говядины и свинины. Каждый найдет здесь что-то свое. Бургеры, пиццу и роллы, картофель фри и даже осетинские пироги доставят прямо домой. Сеть бургерных ждет вас по адресам проспект Ленина, 60 и Московская, 3. Заказать еду можно по телефону 3-58-58. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работы Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!